Библейский портал экзегет.ру представляет 28-й псалом, прочитаем его в переводе Российского библейского общества для библейского портала экзегет и прочитаем его с большим удовольствием, надо сказать. Вот псалмы бывают разные, бывают псалмы жалобные, заунывные даже такие, тоскливые, хотя их немного. Бывают псалмы напряженные, вот прям кулаки сжимаются, напали на меня, Господи, защити меня. Бывают псалмы такие радостные, а это псалом торжественный, это псалом, который звучит как гимн. Господь, как некий царь, правитель, шествует во главе своего народа, во главе такого торжественного парада. Даже комментировать не очень хочется, но придется у нас такие правила игры. Псалом Давида под заголовок, как практически у всех псалмов первой части Псалтили, связан он явно с царской властью. И мы уже говорили о том, что царская власть в данном случае, она, ну, так по-разному выглядит. С одной стороны, это действительно реальная власть царя в Иерусалиме, а с другой стороны, царь – это некоторый такой вот прообраз человека вообще и своего народа. То есть это тот, на чьей судьбе наиболее ясно видно, что происходит с человеком вообще, и кто играет ключевую роль в этих отношениях завета между народом и Богом. Он представитель народа по отношению к Богу, и он, ну, такой надзиратель Бога по отношению к народу. Итак, 28-й псалом Давида. Господь на престоле, он царь вовек, Господь даст силу народу своему, благоденствием свой народ одарит. Казалось бы, все очень понятно, но некоторые небольшие вопросы остаются. Кто такие божьи сыны? Ну, иногда этим словом явно называются сверхъестественные существа. Сыны божьи в шестой главе бытия спускались на землю, вели себя определенным образом. Или там сыны божьи в начале книги Иова собирались на некоторое такое торжественное собрание. Но здесь, мне кажется, это скорее его народ. То есть, вот народ – это его совокупные сыны, те, для кого он как отец. В конце концов, в конце псалма мы читаем, Господь даст силу народу своему, благоденствием свой народ одарит. То есть, это и есть ответ. Вы его хвалите, и он вас одарит благоденствием. Но можно понимать это по-разному. Например, что его сыны – это цари. Мы читали в книгах царств о том, как Господь усыновил Соломона еще до его рождения. Он сказал, это будет мой сын. И действительно, отношения избранного царя и Бога, они какие-то особые, не такие, как у всех людей. Дальше. А почему здесь воды, бездна, понимается? Голос Господа над водами, над бескрайними водами восседает Господь. Почему только над водами? Что, Нептун какое-нибудь, морское божество? Нет, конечно. Но есть своя символика у самых разных явлений, природных, в том числе в библейском языке. И вода, ну, что такое вода вообще? Вот море, древние евреи жили рядом с морем. Это то, что абсолютно не подвластно человеку. С земля можно вспахать, построить на ней что-то. А с морем что ты сделаешь? Вот оно море и море. Более того, евреи не особенно по морю плавали, в отличие от финикийцев своих соседей, например. И поэтому море, великая пучина, как здесь это названо, это что-то такое вот неподконтрольное, потенциально враждебное человеку. Ну, в конце концов, море можно утонуть, море может подняться и затопить равнины прибрежные. И вот то, что Господь контролирует воды, над ними восседает, это в каком-то смысле, как его власть над всем миром, в том числе над той частью, которая человеку непонятно и неподвластна. Еще образ такой необычный. Скачут горы Ливана, как бык молодой, Сирионские горы. Точно трудно сказать, что это, но, вероятно, тоже какой-то из названий вот этих гор на севере Израиля, связанных, вероятно, с горой Хермон. Сирионские горы, как юный тур. В каких случаях у нас горы скачут, как бычки на лужайке? Ну, вообще-то, в случае землетрясений. Что же в этом хорошего, что горы скачут? Господь валит кедры ливанские, да, то есть, вообще-то, это картина бедствия, землетрясения, огонь горит, горы трясутся, пустыня дрожит, леса обнажены. Почему это все вызывает такой восторг у автора этого псалма? Потому что это проявление силы Бога, да. Вот он видит мощное такое вот природное бедствие, и для него это свидетельство великой силы Бога. Казалось бы, можно только ужаснуться этому и сказать, Господи, прекрати немедленно, вообще дай нам безопасность, все-таки это очень сложная штука, но для него весь этот мир – это такая вот площадка, по которой мы видим действия Бога, да, что на ней разворачивается, являет нам Бога. И поэтому землетрясение прекрасно, горные лесные пожары, что хорошего, для него прекрасно, да, то есть, оказывается, Бог гораздо сильнее всего, что можно о нем подумать. И вот он даст силу народу своему благоденствием, свой народ одарит. Очень разные псалмы. Вот здесь Бог – это просто великая, могучая сила, которая действует нам во благо. Ну, а 29-й, следующий псалом, они часто по контрасту построены, он, наоборот, будет говорить о Боге как о чем-то, таком очень личном, и как о личности, с которой выстраиваются особые отношения у псалмопевца, и личности, которая бывает непредсказуема. Вот Бог 28-го псалма предсказуем абсолютно, или так кажется, он могуч, он велик, но мы все про него знаем. А в 29-м псалмопевец скажет, вообще-то я ничего про тебя не знал, Господи, на самом деле. Вот такое он бывает разный.